МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Добрый вечер! Добро пожаловать на топ-шоу «Что происходит?» Вот мы в прямом эфире на телеканале РТР Беларусь. Нашу сегодняшнюю программу мы посвящаем, наверное, главному информационному событию в Беларуси, прошедшей на прошлой неделе оперативному сбору командного состава вооружённых сил Республики Беларусь и выступлению на нём главы государства. Мы становимся свидетелями новой системы безопасности в мире. И в этой связи, какой должна быть национальная безопасность нашей страны. Об этом мы сегодня постараемся поговорить в нашей студии и разобраться, что происходит. Ну, позвольте, я хотел бы начать нашу программу с небольшого сюжета как раз о репортаже о том, что происходило в Доме офицеров, а также о посещении главы государства 120-го отдельно механизированной бригады. 120-я отдельная механизированная бригада – элитное подразделение, в котором когда-то проходил службу Александр Лукашенко. Теперь это тысяча гектаров, два военных городка, казармы, склады. На переоснащение выделили 6 миллиардов рублей. Закуплены тренажёры, отремонтированы казармы. На полигоне выставка новейших образцов техники. Эта зенитная установка способна вести огонь по воздушным и наземным целям. Весьма актуальное сейчас оружие. Нам такие установки нужны. Вы видите, что они используются везде. Конфликты, которые сейчас есть, они показывают вот необходимые. Дальше приборы, заменяющие сразу несколько разведчиков и внушительный арсенал. У бойца с гранатомётом глава государства задержался. РПГ-18, РПГ-22. Родное. Шайтан-трубан. Это первое моё оружие. Я гранатомётчиком был. Срочный суд. Я первый оружие. Гранатомётом. Ушебка закончилась. Мне уже дали автомат. Белорусская армия и военпром идут в ногу со временем. О целях стратегических речь пошла уже на большом оперативном сборе. Он традиционно проводится перед началом учебного года в вооружённых силах. Военно-промышленный комплекс должен развиваться без расточительства. Хозяйский подход, взвешенные расходы. Здесь нам необходимо ориентироваться прежде всего на собственное производство, модернизацию и ремонт имеющихся ресурсов. Непонятно, например, почему мы закупаем те же бронежилеты в России, если научились их делать у себя. Роль офицерского состава велика как никогда. Условия работы созданы. Соцзащита, инфраструктура, в том числе спортивная. Ей следует пользоваться не только молодому пополнению. Удивляет уровень физической подготовки молодых офицеров в возрасте 25-40 лет. Достижения, в кавычках, более 50% из них оценены на удовлетворительно и неудовлетворительно. У многих офицеров слабо развита выносливость. Значительное количество имеют избыточный вес. Нет ни офицера, ни солдата без должной физической подготовки. У нас же некоторые офицеры, тангисты, командиры БМП и прочее в люк не влазят. Объединит все современные вызовы и угрозы в одну концепцию новая военная доктрина Беларуси. Проект этого руководства к действию уже готов и до конца года будет рассмотрен Советом Безопасности. Позвольте, я представлю гостей в нашей студии, тех, кто находится в центре павильона. Что касается тех, кто на трибунах, представлю чуть позже. Ректор Международного университета, доктор юридических наук, профессор Станислав Епифорович Князев. Заметили председателя Центрального совета ДСАА в Республике Беларусь Владимир Сироштан. Политический аналитик Николай Сергеев. АПЛОДИСМЕНТЫ Депутат Паллады представителей национального собрания Виктор Владимирович Русак. АПЛОДИСМЕНТЫ Председатель Союза писателей Беларуси Николай Иванович Чергинец. АПЛОДИСМЕНТЫ А вот посмотрите, и так встреча прошла с людьми в погонах, люди, которые приняли присягу. Согласитесь, очень впечатляющее зрелище, целый зал, такой достаточно однородной массы офицеров и генералов. Но, естественно, когда мы говорим о национальной безопасности, в первую очередь надо говорить с военными. Готовясь к нашей передаче, я записал несколько интервью в течение сегодняшней программы, мы их покажем. Вы знаете, столкнулся с таким мнением, практически однозначным, о том, что белорусская армия самая мощная, за заключением российской и турецкой, в Европе. Итак, почему она самая мощная? Это наследие, пусть богатое наследие того, что осталось от Советского Союза, или это объективная необходимость, необходимость безопасности? И позвольте, вот свой первый вопрос, я хотел бы задать самому первому министру обороны в истории независимой Беларуси, Петру Григорьевичу Чаусу. Петр Григорьевич, добрый вечер. Я понимаю, конечно, что наследие хорошее, которое у нас осталось от Советской Армии, оно помогает нашим вооруженным силам, нашим офицерам, нашим солдатам поддерживать тот хороший тонус, который был в Советской Армии. Но нельзя останавливаться на том, что было, надо смотреть вперед. Мы видим сегодня, что Республика Беларусь, она как островок на карте сегодня со всех сторон, окруженная довольно-таки неприятными соседями, которые в любой момент могут преподнести ему определенные неприятности. И мы знаем, что две мировые войны, которые были в 20 веке, прошли опустошительно через нашу территорию. И из этого надо делать определенные выводы. И мы уверены, что наш главнокомандующий президент Республики Беларусь Александр Григорьевич Лукашенко это отлично понимает. И он это показал, и теоретически, и практически рассказал, какая армия должна быть у нас сегодня. У нас армия, конечно же, небольшая. 65 тысяч. Казалось бы, 65 слишком мало. Если было 250, а стало 65, то это совсем немного. Но главное, чтобы каждый солдат, каждый военнослужащий сверху донизу был настоящим бойцом, подготовленным действовать в любой обстановке. Именно вот это стремление путем занятий, которые проводятся в вооруженных силах, учить людей тому, что необходимо на войне, является главным сегодня в вооруженных силах. Спасибо, Беларусь Александр Григорьевич. Николай Максимович, если говорить с гражданским человеком, насколько я понимаю, я к вам как к политологу сейчас обращаюсь. Не вредит ли это политической картине то, что белорусская армия носит звание, пусть с точки зрения журналистов и аналитиков, самой мощной, если не говорим о российской и турецкой? Ну, я бы сказал то, что Беларусь в любом случае не одинока. И на защите рубежей Беларуси и союзного государства стоит и российская армия. То есть можно сказать, как говорят сербы, нас в России 200 миллионов, а без России нас полгрузовика, говорят сербы. Поэтому белорусские граждане прекрасно понимают, что они являются и гражданами союзного государства, и мы не одиноки. И именно то, что НАТО стоит на наших границах, мы не одиноки, это очень важно. Мы должны это понимать, что мы входим и в союзное государство, и в ВДКБ. Спасибо. Я записал интервью несколько дней назад с заместителем директора Института политического и военного анализа Российской Федерации Александром Анатольевичем Храмчихиным. И задал ему вопрос. Его статья как раз так и называлась. Белорусская армия самая сильная в Европе. Вот прошу небольшой отрывок из этого интервью. По количеству техники и уровню боевой подготовки белорусская армия сильнейшая в Европе. Во-вторых, это уровень морально-психологической подготовки. То есть именно готовность воевать и нести потери. Вот у европейских армий последняя на крайне низком уровне находится. Ни на какую серьезную войну всерьез они не способны. Это то, что называется боевым духом или оборонным сознанием. Вот афганская война очень показательна в этом смысле. Особенно в сравнении с нашей афганской войной, так сказать, советской афганской войной. Да, собственно, и операции в Ливии, в Югославии. Это все очень показательно. То есть чисто воздушные компании ни в коем случае не вступить в наземный бой. То есть единственный вариант боевых действий, это если имеется абсолютное превосходство и в количестве, и в качестве техники. Если его нет, то они воевать не будут. Станислав Николаевич, позвольте такой вопрос. Вы были одним из основных разработчиков концепции национальной безопасности Республики Беларусь в 2001 году. Вы могли тогда предположить, насколько изменится количество, качество угроз национальной безопасности к 2015 году? Вы знаете, в таком объеме, конечно, мы не рассматривали эти угрозы. Но и неожиданностью это для нас не явилось тоже. Потому что анализ той ситуации, которая складывалась во всем мире, он показывал еще тогда, что те скорости, которые набирает экономика, общественные отношения, межгосударственные отношения, они все равно приведут рано или поздно к тем коллизиям, которые мы наблюдаем сегодня. Естественно, у начала и у истоков любой войны прежде всего стоит экономика. И, как вы помните, уже тогда было отчетливо видно, что назревал экономический коллапс. В 2006 году, 2008 году он наиболее отчетливо проявился. От него пошли волны, которые взбудоражили экономику планеты. В том числе это отразилось и на Беларуси, потому что мы имеем экономические связи с другими странами. И вот те угрозы, которые сегодня сложились, тогда они начинались. Они были в зачаточном состоянии, но они развились. И мы увидели возле своих границ реальные боевые действия, реальную войну. И НАТО придвинулось к нашим границам. И самолеты НАТО баражируют в небе прибалтийских республик. И в Украине реально идет гражданская война. Скажите, насколько будет отличаться новая, скажем, система безопасности или новая доктрина от того, что разрабатывалось, получается, 15 лет назад? Ну вот, если можно было бы так образно сказать, в разы, в проценты, знаете как. Потому что для многих представить тогда, что война будет в Украине, было совершенно нереально, конечно. Вы знаете, тут разы очень трудно считать. Все будет зависеть от того, как реальная ситуация будет развиваться дальше. Ведь Беларусь стала площадкой, на которой ведутся мирные переговоры. И мы надеемся, все-таки война в Украине закончится. Спасибо, господин Владимир Владимирович. Если позволите, я хотел бы предложить вашему вниманию еще небольшую цитату из выступления главы государства на сборе командного состава, касающейся как раз вот новой системы безопасности в мире. И как она может быть построена? Сегодня мы наблюдаем процесс того же разбалансирования обстановки и ситуации. Исчез Советский Союз, и все на наших глазах происходило. Мы это знали, мы это видим. И я помню, здесь, в этом зале, буквально через год после избрания меня президентом в середине 90-х, я от вашего имени заявил о том, что нам надо быть готовыми защищать свое Отечество. Мы заявили о неприемлемости нарушения норм международного права и движения НАТО на Восток. И мы первыми об этом завели речь. И что мы видим спустя 20 лет? Мы видим то, что было, ну простите меня за нескромность, предсказано тогда в середине 90-х. И эта система сдержек противовесов разбалансирована до предела. И очень не хотелось бы, чтобы новая система безопасности в мире возникла в результате кровавой бойни. Не хотелось бы еще и потому, что это не та будет бойня, которая была в середине прошлого века. Это будет уже война с применением ядерного оружия. Нам это абсолютно не нужно, как и любому другому народу, живущему на этой планете. В нескольких километрах от границ Белоруссии идет война. Но вот любая активизация собственных вооруженных сил, наращивание боевой мощи или даже оборонительных ресурсов всегда может быть воспринято как недоброжелательный жест и шаг по отношению к своим соседям. Как правильно себя вести в этой ситуации? Арсений, как вы считаете, любой шаг может быть воспринят как недружественный? Да, безусловно. Эта проблема особенно актуальна в условиях кризиса тех институтов и механизмов обеспечения глобальной региональной безопасности, которые были созданы во второй половине XX века. Это и кризис договора об обычных вооруженных силах в Европе, это и кризис Будапештского меморандума, и кризис основополагающего Хельсинского акта, который закреплял границы Европы послевоенные. И, конечно, в этих условиях, когда происходит переформатирование региональной системы безопасности, очень важно выстраивать очень продуманную военно-политическую политику. И здесь, конечно, это, как правило, вызывает очень нервную реакцию со стороны наших соседей. И, конечно, здесь самое главное тот факт, что Беларусь в этих непростых геополитических условиях подтвердила свой нейтральный статус с военно-политической точки зрения. Александр Григорьевич неоднократно давал публично гарантии невозможности вторжения третьих стран с территории Беларуси в государства, с которыми Беларусь граничит. Далее Беларусь также выстраивает на двусторонней основе систему мер укрепления взаимного доверия. Вот, например, у нас с Литвой действует соглашение о военном сотрудничестве. И в рамках этого соглашения мы обмениваемся визитами наблюдателей военных на учения, даже в тех случаях, когда это не требуется международно-правовыми договорами. То есть это во избежание, ну, скажем, какой-то напряженности, да? Неверной интерпретации тех учений, которые проводят Литва. А наши специалисты также приглашают на учения? Конечно, и мы приглашаем, и Литва приглашает. И, конечно же, оптимально иметь такие соглашения со всеми нашими соседями. Николай Иванович, согласитесь, что, знаете, любое выступление перед целым залом в форме уже другими моими коллегами в других странах всегда воспринимается, как немного воинственный шаг, ну, как бы, милитаристический, скажем. Это политический, скорее, шаг, показать, что главнокомандующий есть в нашей стране, и он четко держит руку на пульсе. А вот теперь о возможности, так сказать, агрессии и прочее. Во-первых, что такое национальная безопасность? Ведь это своеобразный куб или пирамида, в состав которой входят все понятия безопасности. И медицинская, и продовольственная, и военная. Значит, это глобальное понимание готовности страны отразить агрессию. Но об информационной безопасности я хотел вас спросить чуть позже, а сейчас, да, военный. Ну, я не соглашусь с моим коллегом, что мы не можем или не должны подавать каких-то позывов путем тренировки своих войск, чтобы там не восприняли, что мы готовимся к агрессии. Я не соглашусь. Представь себе два боксера. Один год готовится к бою, тренируется, а второй спит на диване. Он ему покажет, что я мирный человек. Николаевич, а вам не кажется, что это, ну вот, скажем так, из разряда игры мускулами времен Холодной войны? Нет. В конце концов, пример дает саму НАТО. Уже сказано. НАТО обещало не продвинуться, и Евросоюз, и все руководители Европы и Америки не продвинуться ни на ИОТУ, после вывода войск из Германии в сторону Востока, выдвинуться на тысячу километров. Поэтому речь о чем идет? Что мы заявляли не раз и сотни раз говорили о многовектовности, о желании сотрудничества, о желании сохранять со всеми странами мирные, добрые отношения. Но когда мы видим подвижки в сторону агрессии, и если мы должны, для чего-то она нам армия. Надо, чтобы она тренировалась. Я хотел бы отметить, что в принципе, задавшись целью, любого человека в любом грехе безосновательно можно обвинить. В том числе и Республику Беларусь. Но аргументированное обвинение просто не получится ни у кого. Ну, вы знаете, я говорю не об обвинении. Вы знаете, я журналист, и видя такую картинку, вот посмотрите, полный зал офицеров. Журналисты могут свои фантазии какие-то строить как угодно, но я еще раз говорю, аргументированных фактов, которые бы позволили обвинить Республику Беларусь в игре мускулами, их просто не существует. У нас нет двойных стандартов, у нас законодательно закреплена миролюбивая политика, у нас оборонная директива, она предусматривает сугубо защиту своего государства. И надо сказать, что вопросы безопасности касаются, скажем, не только нашего государства, но уже в целом и региона. И даже если мы говорим, скажем, оборонительной доктрине и союзного государства, и ОДКБ, то теперь мы можем говорить о том, что, в принципе, всему континенту уже приходится говорить о своей безопасности. Я попросил выйти с нами на связь нашего коллегу, который, по-моему, в данный момент находится в Шотландии. Это доктор политологии, основатель и директор Европейского геополитического форума Марат Тертеров. Марат, если вы нас слышите, добрый вечер. Добрый день, Белоруссия из Эдинбурга, столицы Шотландии. Очень рад. Марат, большое спасибо, что нашли возможность с нами переговорить. Мы говорим о национальной безопасности. И вот вышли на такую тему, что есть безопасность еще и коллективная, и союзная, и вообще настало время уже говорить о безопасности континента. В этой связи, как вы представляете, возможно ли найти общий язык и говорить о коллективной безопасности, в которой могли бы вступить в союз с европейскими организациями? Меня удивляет, почему мы не можем как-то приблизиться в нашем сегодняшнем мире к общему дониминатору понятия общих доктрин защиты, в этом числе, давайте скажем, в качественной борьбе против международных террористов, так называемой группой, как ИГИЛ, Исламский государство и так далее. Их немало. Это наши общие интересы для России, это большая проблема, для Саудовской Арабии. Я сейчас был в Дженеве на конференции, и был большой дипломатический перестрел между министром внутренних дел Саудовской Арабии и дипломатическим представителем Республики Сирии перед ООН. Был большой такой публичный перестрел. Кто спонсирует ИГИЛ, почему, нет, это не мы, это вы. Ну и потом то же самое было между украинским представителем в Дженеве и с представителем Российской Федерации. Для меня это всё равно достаточно удивительно, что в нашем современном мире геополитика продолжает превосходствовать, превосходствовать на таком высоком уровне элементы экономического сотрудничества. И это очень жаль, потому что в Европе есть большой, я бы сказал, в Европейском Союзе, большой интерес работать с Белоруссией, с Украиной и так далее. Но, естественно, есть определённые факторы, которые замедляют этот процесс. И это всё равно старые стереотипы, как мы смотрим на Россию, на бывший Советский Союз, они как-то остались в нашей голове, потому что я не полностью являюсь сторонником этих стереотипов. Естественно, конфликты на Украине продолжают ухудшать, двигать нас в худшую сторону. Даже сейчас на Украине мы видим какую-то нормализацию, и это, кстати, большое достижение вашего президента и процесс урегулирования конфликта в рамке протокольных договоров Минс-1 и Минс-2. Марат, большое спасибо. К сожалению, качество видео не очень хорошее. Спасибо. Егор, я хотел бы сделать одну ремарку. Мы говорили о нашей безопасности, ту тему, которую поднял президент. Но мы знаем одно, что пушки начинают говорить тогда, когда не могут говорить политики, дипломаты. И здесь, прежде всего, главная и доминирующая роль должна быть в внешней политике государства, в внутренней и в работе дипломатии. Ну и кроме всего, мы знаем о том, что войну первые месяцы только ведут военные, дальше экономика. Вот основные компоненты, на которых базируется наша безопасность. Аплодисменты, а вот, коллеги, может быть, все вам вопросы. С точки зрения политической ситуации и военной стратегии, какую роль играет армия, которая существует без войны долгие годы, но существует в полной боевой готовности? Это вот как бы незаряженный пистолет в кармане. Я вот пытаюсь какой-то образ найти. Я хочу сказать, наверное, вы согласитесь со мной, что любой противник, если он думает совершить агрессивные действия в отношении другой страны, должен оценивать, а что он получит от этой страны, какой отпор. Так если он будет понимать, что он получит неприемлемый урон от своего нападения, он уже тысячу раз подумает, стоит ли это делать. Вот армия для этого и должна существовать. Готовы дать неприемлемый урон противникам. То есть, как в той песне, наш бронепоезд стоит на запасном пути? Да. Николай Максимович. Ещё же известно такое древнее изречение римлян, хочешь мира, готовься к войне. Поэтому любой, кто говорит о том, что, в частности, Белоруссии не нужна боеспособная армия, тут занимает антибелорусскую позицию. Это совершенно понятно. Единственное, что надо добавить, что кроме армии и должно общество иметь то, что называют в Советском Союзе, как оборонное сознание. То есть, понимать, в чём интерес страны, с кем естественный союз, а с кем какие-то могут вести дипломатические переговоры и так далее. Тем более, хотел бы добавить, что, допустим, здесь говорилось о том, что вот у нас с Литвой. Но мы должны понимать, что сейчас Литва в Евросоюзе не является самостоятельным субъектом. Она подчиняется планам НАТО, она подчиняется планам геополитическим США. Поэтому говорить, что очень, только надеяться на то, что мы с Литвой о чём-то там договоримся, это совершенно не перспективно. Станислав Никифорович, а вот Николай Максимович сказал, оборонное сознание. Знаете, это, как мне показалось, такая лексика из разряда времён войны всё-таки. Нет, оборонное сознание – это прежде всего то чувство патриотизма, которое присутствует у всех граждан, которое воспитывается у молодёжи. Без этого, в общем-то, нельзя быть уверенным, что мы сможем защитить нашу страну. Тем более, что мы отчётливо видим, что та схема нового мирового порядка в стратегии Соединённых Штатов, она возникла ещё, пожалуй, где-то в 30-е годы, она постепенно развивалась. И в тех документах Госдепартамента, даже Соединённых Штатов, которые рассекречены, отчётливо видна направленность. Есть контур, так сказать, где и когда что-то может произойти. А уже детали, уже масштабы – это второй вопрос. Это уже ситуативная часть. А стратегия, она вполне… Вполне прозрачная. Вполне, да. О стратегии, о военной доктрине. В Беларуси поговорим после небольшой паузы. Никуда не уходите. Это ток-шоу «Что происходит?». Добро пожаловать снова в студию ток-шоу «Что происходит?». Мы в прямом эфире. И сегодня говорим о национальной безопасности по итогам встречи главы государства на главном… и его обращении на сборе главного командного состава Вооружённых сил Республики Беларусь. Вы знаете, готовясь к этой программе, было несколько встреч, и в том числе и с нашими коллегами за пределами Беларуси, в Российской Федерации, все практически единодушно отмечали тот удивительный боевой дух, который присутствует именно в Беларусской армии. И вы, может быть, в первой части программы видели интервью с военным аналитиком. Знаете, как бы лицом к лицу лица не увидать. Очень сложно оценить, что же происходит на самом деле, когда ты не имеешь возможности сравнивать. Итак, в чём же секрет боевого духа нашей армии? Мы не ведём боевых действий. Последняя война закончилась более чем полвека назад. Ну, коллеги, как вы считаете, что это тоже, как я говорил в начале, наследие Советского Союза? Или это та патриотическая нить, которая возникла за эти 20 лет независимой Беларуси? Прошу. Если позволите, я бы хотел сказать, что здесь прежде всего имеет значение любовь к своей родной земле. Тот, кто любит землю, тот, кто любит свой народ, он всегда готов защищать. Удел мужчин всегда защищает. Защищать семью, любимую девушку, защищать государство своё. Быть в этой готовности. Ну, так же, как и девушка, любимая, и земля родная, она прекрасна. Ну, у всех же своя земля есть. Конечно, и у нас есть своя, и мы готовы её отстаивать. В чём наша... Я хочу согласиться вот с коллегой в том, что... Сергей Петрович Атаманов, депутат Минского городского Союза. Что это наша давняя традиция, во-первых, и во-вторых, она подтверждена уже современным развитием независимой Республики Беларусь. Давайте вспомним историю. Вспомните, у нас всегда было так, что мы шли за сродника и защищали его. Это традиция, её надо сохранить. Если мы хотим иметь независимую Республику Беларусь, надо иметь крепкие вооружённые силы, и каждый мужчина обязан её защищать, потому что он мужчина. А для этого надо идеология. Она у нас есть. Надо сейчас научиться воспитывать каждого ребёнка в любви к маме, к папе, к стране, к семье, чтобы он готов защищать свою Родину. И ещё раз соглашусь с вами, Николай Иванович, у любого человека две матери, причём обе святые. Первая – это женщина, которой жизнь дала. И святей этой женщины для любого человека на земле нет. И вторая – это Родина-Мать. Беречь её надо свято, как положено по всем нашим человеческим нормам. Арсений, вы представитель другого поколения. Вот позвольте, получается, среди настоящих генералов и полковников. Как вы считаете, в чём секрет, как выясняется, самого высокого боевого духа наша? Ну, прежде всего, это комбинация советских традиций и тех реформ, которые Беларусь проводила последние 20 лет в вооружённых силах. То есть вы считаете это в состоянии последних 20 лет? Комбинация советских традиций плюс реформирование вооружённых сил Республики Беларусь за последние 20 лет. Спасибо. Здесь были немалые успехи достигнуты именно по этой причине. Мы входим в десятку сильнейших армий в Европе. Господин Алексеевич, как раз вы работаете с новым поколением в большей степени. Скажите, что вы им рассказываете? Я хочу буквально две минуты заострить ваше внимание на том, что, конечно, самая сильная армия Европы, самый высокий дух. Почему? Но ведь это потому, что они созданы уже в наше белорусское время. Если бы мы в середине 90-х, когда был избран первый президент, не начали реформы, то ничего бы сегодня у нас не было. А ведь мы создали новую систему управления войсками. Мы создали новые соединения. Мы создали систему подготовки кадров на базе нашей. Саму военную академию сначала создали, а потом на базе её создали вот эту систему подготовки. Что касается высокого морального духа. ПЕ, одно из первых распоряжений президента в 1994 году, оно как раз касалось патриотического воспитания и допризывной подготовки наших молодых людей. И оно получило развитие, в частности, сегодня, вот даже ДОСАВ, он сегодня, являясь неотъемлемой частью национальной безопасности государства, он занимается самым активнейшим образом патриотическим воспитанием. У нас везде военно-патриотические клубы. У нас есть молодёжный клуб «Патриот». Он так и называется «Патриот». Да, ребята вот здесь присутствуют. Более 18 учебных заведений Минска в этом клубе. А можно сейчас к ребятам обратиться? Давайте мы с ним поговорим. Так получилось, что у нас сегодня в настоящих армейских погонах сегодня нет, но вот ребята из клуба «Патриот». Ребят, ну, я понимаю, что это достаточно такой общий вопрос. Вы видите старшее поколение, мы сегодня говорим, взрослые, в общем, полковники, генералы говорят об армии. Что вам рассказывают в клубе? Что является сейчас важным из того, что, в общем-то, ну, скажем, как правило, говорится в кавычках или, может быть, ставится под сомнение таким, как патриотизм, патриотическое воспитание, любовь к Родине? Наш клуб, получается, организовывает встречи с ветеранами Великой Честной войны, с ветеранами Афгана. Мы проводим ежегодно, даже измельчатые какие-то выезды куда-то. Недавно были в военной академии, нас там водили по факультетам, показывали новейшую технику, модернизированную. Мы искренне рады, что такие клубы в Беларуси присутствуют. И я надеюсь за них подключение. Спасибо. Вы знаете, я хочу... Прошу прощения, да, Виктор Владимирович. Я абсолютно солендарен с коллегами, но я хотел бы отметить еще один, на мой взгляд, очень важный вопрос, который проигнорировали в ряде государств бывшего Советского Союза. У нас последовательное построение идеологии. Мы не переписываем, не ревизионируем историю. У нас палачи белорусского народа борцами за свободу не являются. Это нигде не звучит. А это очень важно. Предатель – это предатель. И это тоже, по-моему, очень важный элемент именно военно-контактной школы. Коллеги, я хочу сейчас предоставить слово настоятелю прихода храма Великого Мученика и Целителя Пантелеймона. Храм находится на территории военной части 32-14 из Песнага. Протеерей Александр Яцкевич. Добрый вечер. Добрый вечер. Александр, скажите, дискуссия, в общем-то, не новая. И как Вы отвечаете на этот вопрос? Что верующему служить в армии, ну, может, служить в армии еще ничего, но убивать-то грех? Естественно, грех не только военнослужащим убивать, но и человеку. Это касается грехоубийства. Но когда на тебя приближаются враги, которые совершают это убийство в твой дом, в твою семью, в твою страну, оставаться в стороне и не брать в руки оружие, не остановить это злое насилие – это преступление для христианина. Еще в 319 году состоялся церковный собор в Арле, который установил, что отлучать от церкви того, кто в годину опасности бросает оружие. Почему? Дело в том, что основная цель христианства – это победа над злом. Источник зла, естественно, нечистая сила, исполнитель ее, как правило, человек. Ради того, чтобы победить зло, Христос пострадал один за всех. И вот его слова, которые часто мы произносим в своих проповедях среди военнослужащих – «Нет выше той любви, чем положить жизнь свою за друзей своих». Коллеги, да, если позволите, вот у меня такой вопрос. Нету ли, не произойдет ли, что называется, разрыв сознания у людей, у нового поколения? Потому что, вроде бы, немножко разные идеологии. Одна, базирующаяся на истории Советского Союза, Красной Армии, другая, базирующаяся на 10 заповедях, которые в какой-то исторический период напрямую противоречили друг другу. Вы знаете, ценности всегда остаются ценностями для людей. И 10 заповедей, они присутствуют практически во всех идеологических документах и во всех странах. Да. И от этого никуда не уйдешь. Но в Красной Армии представить себе протоиерею было сложно, согласитесь. Здесь просто мы берем, скажем, прошлое, память. И если мы сегодня празднуем победу в Великой Отечественной войне, это значительно поддерживает уверенность у нас, что да, мы можем одержать победу всегда. Спасибо. Андрей Сергеевич, прошу вас. Если позволите, добавлю две ремарки. Вот мой только что достопочтимый священник высказал своё мнение. У нас есть уже примеры военно-патриотических, военно-православных клубов, такие, допустим, как «Пересвет» в городе Могилёве, которым руководит священник. Есть такой военно-православный клуб в городе Уречья, в Слудском районе, военном городке бывшем, тоже руководит священник. Он занимается военно-патриотическим воспитанием молодёжи, такие люди. Ну и добавить, молодые люди из нашего клуба «Патриот», который действует при Республиканском доме ДСАФ, у нас есть преемственность поколения. У нас есть, кроме молодёжного клуба «Патриот», есть Центр общественных объединений по патриотическому воспитанию молодёжи. Это симбиоз. Старшее поколение, ветераны Афганистана, ветераны Великой Отечественной войны, локальных конфликтов, они постоянно контактируют и общаются с нашими ребятами из молодёжного клуба «Патриот», который создан ДСАФ. Поэтому у нас есть преемственность, есть на чём готовить молодых людей и патриотизм, который мы прививаем им в детство. Пётр Григорьевич, а можно вот вам вопрос? Я знаю, что вы являетесь председателем правления Международной ассоциации Суворовских, Нахимовских и Кадетских объединений, Кадетское братство. Да. Скажите, вот насколько оправдан мой вопрос, вернее, эти мои сомнения о том, что две ранее противопоставленные друг другу идеологии, христианская и коммунистическая, сейчас вместе в армии. Нету противоречия у молодого поколения, которые на этом базируют свои патриотические основы? Я думаю, противоречия как такового никакого нет. И нет его потому, что мы умело сочетаем и христианские традиции, и те добрые традиции, которые остались из советских времён. Мы знаем, что во время победы над фашизмом в 43-м году советским правительством было принято постановление о создании суворовских военных училищ. И в эти училища зачисляли именно детей, погибших на фронте, солдат, сержантов, офицеров, партизан и партийных работников. И эти ребята приходили туда и становились в новой позе, потому что они привыкали к дисциплине, к порядку. Они понимали, что традиции их отцов надо продолжать. И вот сегодня суворовские училища сохранились в России и наше минское суворовское военное училище здесь, в Минске. И эти училища, они поддерживают связь между суворовцами, нахимовцами по всём мире, потому что с развалом Советского Союза наши ребята разбежались по всему миру. Мы, поддерживая эти связи, проталкиваем идею дружбы, сотрудничества, взаимопонимания и дисциплины, и готовности защищать свою Родину, независимо от того, где ты есть. Спасибо. Мы знаем, что президент республики принял постановление, вернее, подписал указ о создании кадетских училищ в Минске, в Белоруссии. Сегодня уже создано 10 таких училищ. Там учатся много ребят. Это готовят их к настоящими патриотами, потому что офицеры, которые там работают, преподаватели, они именно изучили историю и на тех традициях, которые у нас заложились, воспитывают этих ребят. И подготовка вот этих ребят, так же, как и клуба «Патриот», способствует тому, что у нас большая категория молодёжи охвачена военно-патриотическим воспитанием. В пятницу глава государства говорил о том, что разработан план, проект, проект новой доктрины, новой военной доктрины. Вы знаете, коллеги, у меня такой вопрос. Мы буквально на прошлой неделе в этой студии обсуждали генеральный план Минска, который вынесен на общественное обсуждение. Ну, военная доктрина, наверное, не подлежит общественному обсуждению. Насколько это открытый документ? Как это принято во всём мире и какие традиции в Беларуси? Вы, поскольку участвовали в первой, вернее, это была вторая в 2001-м? В 2001-м году это была вторая концепция национальной безопасности и первая концепция, которая была открытой. Тогда Александр Григорьевич принял решение, что нам скрывать нечего. Мы не собираемся на кого нападать, мы открыто говорим, как мы будем защищаться. И в концепции национальной безопасности большой раздел был посвящен именно военной безопасности, обороне нашей страны. Это так продолжается до сего времени, и основные положения сегодня, они также открыты. Об этом открыто говорит президент, показываются репортажи с тех учений, которые проводятся, показывается военная техника. И мы говорим, да, мы открыто всем объявляем, мы готовы защищать себя. Вы знаете, в 2001-м году, насколько я понимаю, была разработана военная доктрина союзного государства. А насколько она, в свою очередь, требует своих перемен? Я этот вопрос несколько дней назад в интервью задал первому заместителю председателя комитета по обороне и безопасности Совета Федерации Российской Федерации, Францу Клинцевичу. Прошу отрывок из этого интервью. Вы бы задали очень важный, ключевой вопрос. Она, конечно, сегодня, на мой взгляд, как человека военного, должна немножко меняться. В 2001-м году в военной доктрине, там прописаны все нюансы, связанные, прежде всего, с безопасностью союзного государства. А союзные государства и ее границы определены границами двух республик. Республикой Беларусь и Российской Федерацией. И сегодня военные организации наших государств абсолютно четко соответствуют и тем заявленным декларациям, соглашениям и действующим законодательством как Республики Беларусь, так и России, обеспечивая эту безопасность. И я думаю, что многих из тех, кто пытается напрягать обстановку, их это очень сильно не устраивает. И сегодня мы можем ожидать провокации. Избежать этого очень сложно. При этом вы сами понимаете, что в мире никого не устраивает ситуация, которая сложилась вокруг России. И прежде всего, мы должны понимать, что когда-то наших так называемых зарубежных друзей устраивало то, что офицеры раз в неделю ходили на работу, остальное время пытались где-то заработать деньги. Когда самолеты не летали, танки не стреляли, прошу прощения, просто ржавели и так далее. Подводные лодки и корабли просто резались на металл и придавались, потому что нужны были какие-то средства, чтобы поддержать боевую готовность каких-то более новых. И все рукоплескали и говорили, что у нас хорошо развивается страна, что у нас правильные министры. Говоря о национальной безопасности, сегодня мы, конечно, в большей степени, большую часть нашей программы говорим об армии. Но совершенно очевидно, что национальная безопасность – это не только боеспособность армии. Сегодня, когда мы говорим «война», мы запросто используем такие прилагательные, как информационная, экономическая, продовольственная война и продовольственная безопасность. Поэтому в этой связи, наверное, должна быть и своя доктрина. Вы, по-моему, говорили о том, что существует шесть, я боюсь, не спрашиваю. Да, шесть положений, которые существуют в концепции национальной безопасности. И одно из них – информационная безопасность. Информационный ресурс любого государства – это политикообразующий компонент. Без информационной безопасности мы не можем быть уверены в том, что завтра нам не придётся испытать на себе всё то, что испытывал Египет, Ливия. Там всё тоже начиналось с информационных ресурсов. Все команды, где собираться, куда идти, где получать оружие и в кого стрелять, они давались через социальные сети. Если позвольте, я прерву вас. Я хотел как раз показать небольшой отрывок из выступления главы государства по поводу информационной безопасности. В современных условиях неотъемлемой частью деструктивного воздействия на государство стала информационная экспансия. Она является мощным оружием для достижения политического, экономического и военного превосходства в любом противостоянии. События в Украине, Сирии демонстрируют нам примеры активного противоборства в информационном поле. По своей интенсивности оно не уступает реальным боевым действиям. Ущерб, наносимый при этом, не соизмерим с потерями конфликтующих сторон в физическом пространстве, ведь борьба ведётся за сознание людей. Павел Иванович, мы готовились к программе, и вот ваши цитаты вас часто упрекают и критикуют упрекают, и наоборот, скажем, с каким-то знаком плюс. Вы говорили, что надо призвать к ответу тех, кто предсказывал остановку страны 21 октября или что-то в этом роде. При этом вы и в ООН выступали с тем, что надо объявлять информационную войну тем, кто, являясь дружественным государством, открывает средства массовой информации, вещающие на другую страну. Дело вот в чём, что в военном смысле, давайте так сказать, мы более-менее, я так осторожно говорю, готовы отразить внешнюю агрессию. Но сейчас меняется характер навязывания миру новых правительств, свержения правительств. То есть взять не только с помощью вооружённых сил в руки страну, но с помощью других сил. Вот вспомните, оранжевая революция, значит, революция рос, выдвинули гибридная война. А что как гибридная война? Использовать внутри страны те негативные элементы, которые хотят свергнуть, хотят получить деньги, хотят получить власть, оппозиционные силы. И не показывая себя на международной арене, что вроде бы воюем против этой страны, финансировать и взрывать обстановку изнутри. Этому серьёзно способствует информационная безопасность. Да, действительно, я в ООН, например, прозывал согласиться с таким термином, как информационная агрессия. Что это такое? Скажем, две страны граничат, хорошо работают между собой в экономическом плане, работают и в политическом какой-то степени. Вдруг одна из них, желая свергнуть руководство той страны, устанавливает те радиостанции, телестанции и работает с целью подрыва власти на эту страну. Как это не назовёшь? Какая реакция была на ваше выступление? Информационная агрессия. А реакция на ваше выступление какая была? Ну, разно было. Дело в том, что одни промолчали. Я помню, представители стран 30-ти поддерживали этот тезис и даже просили, давайте мы ещё в этом нашу степень. Ну, беда ведь организации Объединённые нации. Они до сего времени не могут найти определение понятия терроризма. Спасибо. Интересный момент о том, что информационная война имеет историю. Вы вспомните, гитлеровская Германия за 40 дней взяла Францию. Это была третья армия в мире на тот момент. Но они три месяца, вы если помните, там разброд и шатание с правительством был, несогласие с теми экономическими, политическими шагами, вставился в пример порядок в Германии. И они упорную информационную войну вели о том, что мы не собираемся вас захватывать, мы присоединяем вас к этому порядку. И за 40 дней Франция сдалась. А сейчас многие мозги отрезвели после того, как геопилитическая обстановка изменилась. Что творится? Те ястребы, которые говорили о том, что Николай Иванович не прав, и другие сейчас задумались. Украина, это всё рядом, это страшно. А когда страшно, начинаешь по-другому думать. Коллеги, я всё-таки хотел бы разделить два понятия. Есть всё-таки понятие военно-психологической операции. И это операции, которые реализуются в военных целях. И всё-таки есть медиа-активности в информационном пространстве. Когда публикуются журналистами те или иные материалы, они случайно возникают, иногда не совсем. Но, тем не менее, есть очень чёткое отличие между информационно-психологической операцией и медиа-активностями. Поэтому давайте не будем путать эти понятия друг с другом. Но что мы можем назвать войной или, скажем, угрозой национальной безопасности, если говорим об информации, о продовольствии, об экономике? Вот здесь важно тоже не смешивать всё в кучу. Потому что мы здесь и концепцию национальной безопасности, и военную доктрину, и оборонный план смешали в единое. Всё-таки и концепция национальной безопасности, и военная доктрина – это документы об общих принципах. В отличие от оборонного плана, который является детальным планом проведения оборонных мероприятий в случае агрессии в отношении Беларуси. Это засекреченный документ. Так вот, если опять же всё-таки возвращаться к новой военной доктрине, о чём говорил в том числе и Александр Лукашенко во время совещания с командным составом вооружённых сил, и почему он обратил внимание на информационные угрозы. Дело в том, что в последнее время в вооружённых силах всех стран мира формируются специальные подразделения, которые ответственны за проведение информационно-психологических операций. То есть это то, что у нас военно-тв, да? Ну, в каком-то смысле, но опять же это, я бы сказал, в том числе и намёк на то, чтобы вот каким-то образом наши вооружённые силы тоже адаптировались и шли в ногу со временем, в том числе и проводя реформы в этой сфере, а именно создание специальных подразделений, которые бы могли и проводить, и участвовать этим. Я хочу много вопросов тогда. Вы знаете что? Опыт такой есть. И в советской армии был контрпропагандой, называлось всё это дело. Единственное, что за последние годы мы сейчас переходим на новую терминологию. Но опыт такой борьбы есть. Его единственное, что нужно наращивать с учётом складывающейся ситуации и реагировать на неё как можно быстрее. Николай Максимович, вы с профессиональной точки зрения, вот это противодействие информационному влиянию, оно сейчас насколько эффективно? Потому что социальные сети делают любую информацию открытой. Вы знаете, что здесь одними какими-то запретительными мерами, конечно, не добьёшься, да? Ну а контрмеры? Но необходимо понимать, что зачастую под видом журналистов, под видом свободы слова, выступают люди, которые идут сознательно, вносят в общество смуту для того, чтобы подорвать. Сейчас же никто не говорит, мы хотим на вас напасть. Правильно? Мы несем вам как бы слова правды. И вот когда, например, если возьмём опыт Российской Федерации, почему на Западе, особенно в США, в дух Russian Today стали так... Востребованы стали, да. И с одной стороны востребованы, с другой стороны начались попытки ограничения. Потому что появилась иная точка зрения. В информационном обществе важно у населения, вообще у граждан воспитывать способность отделять правду от лжи. Это достаточно сложная задача, но надо, чтобы люди понимали, что... Первый вопрос, кому это выгодно? Вот когда несётся какая-то информация, когда говорят люди, 21 октября все предприятия в Белоруссии замрут и всё рухнет. Кому это выгодно? Для того, чтобы посеять смуту, для того, чтобы народ подумал, что действительно так, подумал, что у нас нет власти, нет порядка, и грядёт катастрофа. Паник, усеять. Да, но это было активное информирование, да. Но надо признать, что вот когда вы говорите о примере Russia Today, понятно, что мы, может быть, с этой стороны окопа, из этого окопа смотрим на ситуацию, но это достаточно успешное всё-таки пропагандистское информационное оружие. И очень успешное, надо сказать, что лучшие журналистские силы российские привлечения. Понимаете, в чём дело? Ещё важно, когда люди начинают обращать внимание на какие-то СМИ и любят их, когда они говорят правду. Чем 21 век, допустим, отличается от начала, там, конца 90-х, 20-х, люди доверили всему. Как бы открыли, пошла чернуха на Советский Союз, и люди поверили. А потом присытились. У нас была передача, мы говорили о возможности, невозможности независимых СМИ. Вы знаете, что я хотел бы перевести вот этот вопрос в юридическую плоскость. И мой вопрос начальнику управления законодательства национальной безопасности и правоохранительной деятельности Национального центра законодательства и правовых исследований Республики Беларусь, Дмитрию Владимировичу Шилину. Дмитрий Владимирович. Возникает такое количество того, что мы называем угроз национальной безопасности, что наверняка достаточно сложно просто сформулировать, что является угрозой, а что является всего лишь, ну, скажем, информационным поводом. Есть ли такие законодательные шаги, которые, по вашему мнению, или вы обсуждаете, которые необходимы для того, чтобы мы совершенно точно понимали, что находится вне закона, что реально угрожает национальной безопасности, а что всего лишь, ну, пустой звук пшик? Ну, с точки зрения законодательства разграничить те вещи, о которых вы говорите, попытки такие сейчас не предпринимаются. Единственное, что в настоящее время ведется, согласно плану подготовки законопроектов на 2015 год, подготовка новой редакции военной доктрины, и там предполагается, что будут отражены новые угрозы, в том числе с учетом современных геополитических реалий. В плане ответственности там уже правоохранительные органы, если возвращаясь непосредственно к дифференциации угроз информационных сообщений, вброса информации, там уже правоохранительные органы разбираются конкретно, какая цель была у этих людей, распространяющих информацию, либо разжигание социальной розни, либо приготовление к насильственному изменению конституционного строя, либо определенные хулиганские действия. Дмитрий Владимирович, а вот в принципе, скажем, всплывают ли на поверхности рассматриваемого, скажем, юридического поля, вообще новые угрозы, которые даже не поддавались, скажем, формулировке раньше? Ну вот, понятно, что лет 30 назад мы о наркотрафике через Беларусь даже, наверное, не помышляли, ничего такого не думали. Насколько требует обновление системы? Или, в общем-то, закреплено все законодательно, по Вашему мнению? В целом можно говорить о том, что основные направления противодействия внешним угрозам, они у нас сформированы, и естественно, они требуют актуализации с учетом современных реалий. Например, появились, так называемые, о чем уже упоминались, гибридные войны, информационные войны. Все это требует должного закрепления, плюс нужно упомянуть о нарастающей террористической угрозе, экстремистской угрозе, формы, которых тоже постоянно совершенствуются, и законодательство должно приспосабливаться. То есть сейчас это работает дело. Спасибо. Начальник управления по наркоконтролю и противодействию торговлю людьми, Василий Михайлович Лосич. Василий Михайлович, добрый вечер. Наркотрафик является вопросом национальной безопасности для Беларуси. Это, вернее, ну скажем, выходит на уровень проблем национальной безопасности? Или мы можем говорить, скажем, о том, что мы всего лишь на пути, как бы, у этих великих шелковых или, я не знаю, наркотических дорог? Безусловно, по мнению международных экспертов, наркотизация населения, она, как угроза национальной безопасности, выходит на третье место после ядерной войны и экологической катастрофы. Здесь с чем связано? Что наркотизация, она, по сути, затрагивает все аспекты национальной безопасности, начиная с демографической ситуации, отчасти военной, экономической, культурной. То есть все понимают, что наркозависимые лица, находящиеся в социуме, они не оказывают никакой поддержки государству. На них затрачены большие суммы денег, тратятся на лечение, на обучение, на какие-то условия, но отдачи никакой не получается. По вашему мнению, это, скажем, такой броунский процесс, то, как происходит наркотизация нашей общества, или можно говорить о том, что существует конкретный враг, который засоряет эту историю, который ее создает? Ну, есть различные точки зрения, но в том числе и то, что этим движением каким-то образом управляется, поскольку есть сведения и подтвержденные факты, что в том числе... То есть есть высший разум, который направляет наркотики... Что лет и цветных революций происходил не без участия тех денег, которые зарабатывались... Я понимаю, что вы должностное лицо, вы не можете говорить, там, скажем, в отличие, ну, в обход какой-то концепции, но по вашему мнению, вот как бы, есть этот высший разум, который засоряет вот страны бывшего Советского Союза специально? Если не можете говорить, можете высказывать такое мнение, ну, потому что, вы знаете, понятно, что это все... Это, конечно, большая прибыль. Там, где есть большая прибыль, это те деньги, в основном, в своей массе, конечно... Это больше бизнеса. Это грязные деньги, которые финансируют и терроризм, и отчасти войны, и где-то какие-то катаклизмы в государствах, смена правительства. Если можно, я чуть-чуть продолжу эту тему. Мы впервые столкнулись с этим в Афганистане. Вот кто здесь воевал, я вижу коллег, они это знают. И мы тогда столкнулись с этой проблемой, когда просто так любой мальчишка выходил и водителю говорил, слушай, на вот курни, на вот лизни, на понюхай. Это действительно серьезная проблема. Это оружие. И то, что оно управляется наркокартелями, так называемыми, и за ними стоит специальная группа людей, которые втянут в том числе и в политику, то это действительно так. Спасибо. Дорогие друзья, коллеги, в финале нашей программы я, вы знаете, хотел бы закончить на такой очень позитивной ноте. Я очень благодарен, что этот человек сегодня пришел в нашу студию. Это действительно легендарная личность. О нем сняты и художественные, и документальные фильмы. Вы, наверное, помните такой фильм о разведчиках, и самым юным разведчике из группы «Джек» разведывательная диверсионная. И вот был художественный фильм «Парашюты над деревьями». Сегодня он у нас в студии, ветеран оперативной разведки генерального штаба Красной армии, почетный солдат белорусской армии Геннадий Владимирович Юшкевич. Геннадий Владимирович, я попросил бы вас сказать, может быть, пару слов и тем ребятам новому поколению, которое сегодня есть в нашей студии, тем телезрителям, которые вас смотрят. Я убежден, что достаточно много людей в погонах сегодня смотрят нашу программу. Буквально пару слов. Мне бы хотелось сказать, что нет выше чести служить верой и правдой своему Отечеству. Для тех, кто сегодня в строю, кто готовится к военной службе, я бы хотел сказать, чтобы эти люди помнили, что стержнем нашего сильного духа является светлая память героизма советских людей во время Великой Отечественной войны. Но, с другой стороны, мне бы хотелось сказать, что вся безопасность, весь героизм начинается с самого раннего возраста. У меня есть приятель, у него есть сынок Артём. И вот как-то руководительница спросила, ребята, у кого у вас есть дедушки-ветераны? Вот Артём и говорит, у меня три дедушки. Как же три? А вот так. Один дедушка родной и два дедушки по жизни. Дедушка Гена и дедушка Борис. Один воевал на большой войне, другой в Афганистане. Вот так начинается с самых малых лет зарождаться в человеке любовь к родине, любовь к своему Отечеству, чувство патриотизма. И это надо, чтобы шло всю жизнь. Спасибо большое, Геннадий Владимирович. Большого вам здоровья. Большое спасибо, что пришли к нам. Вы для нас замечательный пример. И пример для всех тех, кто сегодня, конечно, находятся на службе, те, кто носят военную форму. Да, в общем, для любого гражданина нашей страны. Большое спасибо вам и здоровья большое. Говоря о национальной безопасности, мы сегодня в большей степени, конечно, говорили об армии. Но, вы знаете, никоим образом не желая как-то обидеть армейцев, хочется, чтобы, в общем, у них было поменьше все-таки работы, только какие-то учения. Я уж не помню, кто это сказал. Не знаю, как будет идти Третья мировая война, но Четвертая мировая война будет вести совершенно точно камнями и копьями. Дай Бог, чтобы этого не было. Увидимся в следующее воскресенье на ток-шоу «Что происходит?». Спасибо.